Из аварийных бараков в благоустроенные квартиры. Десятки семей из Каннска получили ключи от долгожданного нового жилья. Многие из них годами стояли в очереди на переселение, а сейчас наконец-то могут заехать в квартиры, где все благо цивилизации. Наш корреспондент Елисей Савлюк оценил новые апартаменты каннских семей. Запускай, отпускай, не бойся. Первой в новой квартире семьи Сазанович осваивается кошка. Хвостатая Анфиса тщательно осматривает углы, обнюхивает подоконник и оценивает вид из окна. Это жилье четвероногой любимице нравится больше, чем аварийный барак, из которого ей пришлось переехать. В восторге и сами хозяева. Новую квартиру они ждали больше пяти лет. Довольны, счастливы, рады. Посмотрим, как это будет наше жилье новое. У нас еще пополнение на этой неделе. Мы ждем. Да вы что? И ждали новое жилье 77 семей, проживающих в аварийных домах. Это 169 жителей с улиц Горького, Краснопартизанская, Пионерская, Кедровая, микрорайона, Солнечный переулка, Спортивный и поселка Мелькомбинат. Все они в торжественной обстановке получили ключи от благоустроенных квартир. Ну вот дождались на Новый год подарок. Мы рады очень, конечно, с ребятишками. Все-таки благоустройство. Жили мы в бараке. Как бы ни воды, ни туалета, ничего не было, ни ванны. Вещи почти собраны. То есть, как бы, в ближайшее время, может быть, даже на этой неделе, как бы, уже будем переезжать, конечно. В этом девятиэтажном доме есть одна, двух- и трехкомнатные квартиры. Все они с чистовой отделкой и современными лифтами. Не забыли и про семьи с детьми. Специально для них во дворе обустроили детскую площадку. В шаговой доступности есть и школы, и детские сады. Построили дом в рамках краевой программы на спроекта «Жилье и городская среда». Канск – первый город в крае, который досрочно завершил участие в программе. Есть финансирование, есть строители, вот есть дом. И поэтому люди, которые ставили очередь до 2017 года, до 2017, получили квартиры. Сейчас начнутся следующий этап. Самый лучший способ – это предоставление граждан нового жилья. И граждане на это очень хорошо идут. Ну и муниципалитеты выбирают такой способ. В некоторых муниципалитетах, к сожалению, такой возможности нет. Понятное дело, что наша программа предусматривает, например, перемещение граждан в пределах субъекта Российской Федерации. Но лучше всегда оставаться на родине. Потому что на родине строится новый жилой дом. И на родине, своей малой родине, граждане получают новую квартиру в новом красивом доме. Обладателями новых квартир уже стали около 5000 человек по всему краю. И до 2025 года эта цифра будет расти. На переселение выделили почти 20 миллиардов рублей из бюджета. Вопрос предоставления современных и качественных квартир контролирует лично губернатор края Александр Ус. Елисей Савлюк, Седьмой канал.